Вчера посреди воскресного дня и посередине проспекта космонавтов в Екатеринбурге случилось сразу несколько взаимосвязанных инцидентов, дорожных и придорожных. С тем, что придорожный более-менее ясно, он был снят на видео, граждане ловят предположительно чем-то опьянённого водилу. Сядьте, 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 сядьте. А теперь о дорожно-транспортной предыстории. Дело было недалеко от 80-го дома по проспекту космонавтов в районе, безусловно, Орджоникидзевском. А вот насчёт микрорайона. Ну, спроси у кого, в 90% случаев тебе ответят, что дело было на Уралмаше. Но, согласно городским традициям, по крайней мере, раньше поддерживавшимся разной степени дружественности встречам двор на двор, проспект космонавтов – это пограничная река. Нечётный её берег Уралмаш, чётный и всё, что за ним, уже Эльмаш. В том числе и вся целиком улица Совхозная, по которой приехал сюда водитель Киа, причаливший в итоге на чётной стороне. Так что, по всем статьям, это Эльмаш, детка. Однако, менталитет, знаете ли, ничуть не различается. Всё, как на Уралмаше. Очевидцы уверяют, что попавший под каток общественности рулевой выехал с левого ряда Совхозный с правым поворотом на космонавтов, то есть совершил едва ли не круг почёта, не дозамкнув его из-за столкновения с оградой тротуара, которая уберегла от него несколько пешеходов, в том числе пацанёнка на велосипеде. Кто-то рассказывал, что сразу после этого убежал какой-то дедок, пассажир, а водила сидел, закрывшись в машине. Вязать его люди начали, когда он передумал, открыл дверь и рыпнулся, а было бежать. Кому-то показалось, что он бухой, какой-то эксперт решил, что водила наркоша под веществами. А один очень смелый мужчина из-за забора ударил его в голову, пока те двое держали. Дальше водила уже кричал, будучи подмятым, что у него, дескать, была трепанация черепа, что по голове его бить не надо. И мнения в итоге разделились. Одни прочат тем, кто крепко-жёстко задерживал гражданина рулевого, страшный суд за обитие. Кто-то всячески был за то, что так и надо. Правда, за что именно, не совсем ясно. За железо, что ли? Половина из которого водили и принадлежит. В общем, в ГАИ позже рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Про пьяность или трезвость водителя уточнений не поступало.